Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Так как приближается пора пассивов, все наши темы сейчас касаются только этого. Про замачивание в стимуляторах я уже рассказывала. Вот эти показывала вам стимуляторы, Эпин, Энерген. Но я обращала ваше внимание, что замачивание в стимуляторе, который улучшает схожесть семян и протравливание семян, это две разные процедуры. Вот когда мы замачиваем в этих стимуляторах, мы пробуждаем семя, в нем ускоряются ростовые процессы, то протравливание семена мы уничтожаем инфекцию и предохраняем будущую рассаду от различных заболеваний. Поэтому предпассивная подготовка семян состоит из и протравливания должно быть, и стимуляции. Вот сегодня буду говорить только про протравливание. И протравливание не только семян, но и грунта. Потому что в последние годы протравливать приходится и семена, и землю. Протравливание это очень важный факт в получении здоровой рассады. Я буду говорить отдельно про каждый. Потом сейчас общий обзор. Назову все препараты, которыми обычно протравливают землю и семена. Зачем нужно это делать? Это вот протравливание, это как своего рода дезинфекция и грунта, и семян посевного. Ну не только семян, вот например про эти, про клубни тоже скажу. Всего посевного материала. Эта дезинфекция уничтожает болезнетворные микроорганизмы, которые у нас остаются с прошлого года. Остаются и в земле бывает, потому что фитофтора может по несколько лет сохранять свои споры. И на семенах. Вот на томатах, если осенью была фитофтора, там маленькие вот эти лохматенькие волосиночки, там может остаться спора микрофлора, ой, фитофторы. Также как стимуляторов, препаратов для протравливания, торговля предлагает нам очень много. Я вот все разложила, сейчас расскажу, какие, как, ну, спектр их. Очень много, но самым известным и распространенным до сих пор, самым доступным, все-таки остается вот эта вот у нас марганцовка. Она всем известна, все ее знают, многие ей пользовались. Это до сих пор самый дешевый препарат. Я помню еще мама, и ее мама пользовалась этой марганцовкой. И до сих пор она у нас не ушла, из оборота не вышла. Всю жизнь покупали мы ее в аптеках, какое-то время марганцовка исчезла из продажи в аптеках, но производители сейчас не листерялись, и видите, вот теперь марганцовка стала продаваться в садовых магазинах. Именно торговля предлагает огородный вариант марганцовки в ярких, красивых, таких, соответствующих нашей тематике пакетиках. Видите, это уже не лекарственное средство из аптеки, это вот марганцовка с садового магазина. Написано антисептик. Все, теперь она снова свободна в продаже, можете приобретать. Но начинающим огородникам нужно использовать ее с осторожностью. При повышении концентрации марганцовка может нанести химические ожоги зародышем семян при протравливании. Сами можете тоже немножко обжечься. Я потом, когда о каждом отдельно буду говорить, я вам расскажу, как ее правильно разводить, потому что для разных случаев раствор марганцовки должен быть разный. При поливе рассады слаборозовый раствор, при протравливании он должен быть посильнее, потемнее. Нужно обязательно с марганцовкой соблюдать время протравливания и дозировку. Вот здесь у меня нет, но также в аптеке можно приобрести другие препараты для протравливания. Перекись водорода, борную кислоту. Всем этим люди пользуются. Дозировки я потом расскажу в отдельном видеоролике. Сейчас общий обзор. В садовых магазинах мы можем также купить специальные средства для обеззараживания семян и грунта. Самый распространенный, конечно, у нас сейчас это фитоспорин. Фитоспорин не так давно у нас появился, как марганцовка, но распространился он очень быстро и теперь успешно применяется садоводами и огородниками на территории всей России. Фитоспорин – это природные бактерии, которые уничтожают вот эти вредные грибковые заболевания. Он создан специально для того, чтобы уничтожать бактерии фитофторы, вот эти грибковые споры. Он раньше был только пастообразный. В нем какой недостаток? Вот эту пасту долго разводить, но ее разводите вы один раз и на весь сезон. Вот эту пастообразную потом мы разведем, соблюдая дозировку и будем пользоваться все лето. Сейчас появился уже порошкообразный, он проще. Вот для замачивания семян, если нужна маленькая доза, можно купить вот такой маленький порошочек. Стоит он не очень дорого, он тоже доступен, широко применяется. Ну и конечно, самый дорогой, самый такой, можно сказать, эффективный, гарантирующий на 100%, что болезней у вас не будет, это Привикур Энерджи. Он у меня как на особом месте стоит, потому что, во-первых, самый дорогой. Пользовалась всего я один раз, сейчас расскажу почему. Но если мы марканцовку можем купить за 20-30 рублей, то вот такая самая маленькая ампула Привикура стоит 200-300 рублей. Вот эта 280, чуть побольше, там уже 450, по-моему. Но пользуются им чаще всего люди, занимающиеся профессиональным выращиванием рассады, цветов, например, вот Питуния, она же очень восприимчивая к различным заболеваниям, гранулы дорогие, вот эта махровая. Он гарантирует торговцам рассады сохранность всех посевов. Это уже гарантировано. Они обработали Привикур Энерджи несколько раз за сезон, ни одного сеянца они не потеряют. Я пользовалась им всего один раз в жизни, когда решила посеять дорогие гранулы Питунии. Мне он очень понравился. Ни один крошечный сеянец Питунии не погиб. Но так как я не выращиваю на продажу цветочную рассаду, у меня нет необходимости им пользоваться. Больше покупать этот дорогой препарат я не стала. Я вот пользуюсь до сих пор марканцовочкой. Но мнение о нем я все равно сложила. Это положительное мнение. И купила в этом году я его еще раз, только для того, чтобы показать и рассказать о нем. Можете им смело пользоваться. А рассказать я хочу о нем потому, что о нем многие даже и не знают, и не видели. Даже понятия не имеют, что есть вот такой препарат. Для тех, кто хочет выращивать, например, махровую Питунию, он незаменим. Его хватает очень надолго. Расскажу потом, как пользоваться, чтобы его можно было несколько, продолжительный период времени хранить. Вот из моего рассказа, как вы уже поняли, но здесь Максим, это для клубней, тоже про травку, как считается. Циркон, он одновременно и стимулятор, и индикатор болезньоустойчивости. Потом про каждый этот препарат я постараюсь снять отдельный видеоролик, потому что вы понимаете, что в общем обзорном обо всех не расскажешь. Ведь нужно говорить и о дозировках, и о применении, вот там земля или рассада, еще есть медный купорос, который только для земли, особенно в теплицах, когда заражены очень хорошие средства. И вот как вы поняли, что средств, так же как стимуляторов, очень много. Есть и аптечные препараты, есть специальные средства для любителей, для профессионалов. Все они разные по цене, и у всех у них, у каждого есть или достоинства, или недостатки. Одни, например, дешевые, но опасные при передозировке, другие безопасные, но очень дорогие. Какой из них выбрать, решать вы будете сами. Вам придется самому сделать этот выбор. Сегодня у нас был общий обзор средств для предпосевного протравливания грунта и семян. В последующих выпусках я расскажу о каждом препарате отдельно, как применять, как разводить. Но какой бы препарат вы ни выбрали, процедура протравливания должна быть обязательно. Проведя ее, вы избавите себя от многих проблем летом, ведь ваша рассада будет здоровой и менее восприимчивой к болезням. А это самое главное для получения богатого урожая. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Ждите следующего видео урока.